Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Грозном на стадионе имени Султана Беремханова, где сегодня пройдет матч 13-го тура Мелбет Первой Лиги сезона 24-25, в котором Алания примет Черноморец. Впервые домашний матч за очень долгое время вместе с Аланией проводит Спартак Артурович Гогнев. Естественно, это событие. Правда ли Спартак Артурович Гогнев решил отзеркалить схему соперника? И правда ли что-то особенное придумал наставник Аланией перед матчем с оппонентом, который набирает очень и очень существенный ход? С ним очень интересное интервью, не так давно выходило. Очень советую в клубных соцсетях с ним ознакомиться и вообще позвольте выказать максимальный респект. Об этом чуть позже хорошая атака. По центру формируется удар в Салдатенко, добивание в дальний угол. Первый голевой шанс на восьмой минуте по центру попросту взрезали чужую оборону футболисты из Новороссийска. Один удар поглотил Салдатенко, второй сумели уже зачехлить его партнеры, которые выловили мяч у дальней штанги. Стешко покинул позицию в центре обороны. Три в два опять-таки ситуация. И заметьте, да, хоть и подача получается, есть борьба на втором этаже, есть попытка удара. Такая, знаете, первая более чем полноценная атака с учетом наличия завершения. И получилось у Алани к тридцать седьмой минуте. Чочиев, Гакоев, Плиев, многие кто еще. Пробегает один, другой, третий с левой ноги. Удар и это гол! 1-0! Вот он, Спартак Гогниев! Вы же этого ждали! А забил Тарас Гакоев. Блестящий удар с левой. 1-0, Алани! Так, кому они побежали? Давайте посмотрим. Ах, ну ладно. За красивым мячом, забитым со штрафного, тоже не грех посмотреть еще раз. Великолепно. Багаев. Салагов. Длинная, кстати, очень неплохая. Выигрывает борьбу Стешко, но есть подбор в исполнении. Какоево, Какоево удар в дальний угол рядышком просвистело. Сколько? А, во! Хороводики пошли, разбежались. Подача опасна! Мяч проскочил таки к лицевой, догоняет его Виктор Нафиков, но похоже, что запоздал. Егор Иванов пытается разобраться, пытается освободиться и отыскать шанс для подачи. Нет, на Иванова, собственно, наследует. Внимание, есть шанс для удара с левой ноги. Спасение от пылевого. И уже есть паника внутри штрафной площади. Первый по-настоящему резкий, опасный момент. В пределах владения Ростислава Солдатенко подачу чаров организовал, а вот все остальные пытались отыскать мяч под ногами для полноценного удара. Там очень много самых настоящих башен. Навес, внимание, проскакивает мяч. Ошибся на выходе Ростислав Солдатенко, Акбашев слева. Навес, удар рядом со штангой. Это Виталий Стешко. Ну, кто же еще? Хотя, повторюсь, варианты у черноморца в наличии. И через три дня после того Аланья в гостях играет против Тюмени в Кубке. Длинная передача отличная. Нури Абдоков не стал в касание бить. Ставит корпус. Подача. Удар в дальний угол. И это гол! 2-0 Аланья! Виктор Нафиков! На каком же хладнокровии этот эпизод решил? Нури Абдоков не стал бить в касание. Развернулся, дождался, когда включится кто-то из партнеров в штрафное. Подача. Удар Нафикова в дальний угол. И 2-0. И посмотрите, они все побежали туда праздновать на беговые дорожки. Изумительный длинный пас от Лексота Таева. Грамотно пяткой обрабатывает мяч. И вторым касанием навес непростой. Выдает падая уже. Нури Абдоков и удар в дальний угол от штанги. Может быть даже еще от головы защитника наносит Виктор Нафиков. Очень красивый гол. Сложный гол. Да, от штанги именно. Чистый гол Виктор Нафиков. И звучит финальный свисток. Первая победа Владикавказской Алании в Мелбет Первой Лиге с 3 августа. Первая домашняя победа. Первая победа в рамках лучшей Лиги мира для Спартака Гогниева после возвращения в стан Барсов. 2-0.